Вы сказали, что важно, что сейчас происходит в Кремле. Как думаете, после послания Путина, что изменилось его окружение? Ведь уже многие аналитики все это проанализировали. В общем, аналитики Института изучения войны уже сказали, что не было сформулировано конкретных целей или намерений относительно войны в Украине. Путин, в общем, ничего нового не сказал. Вот аналитики анализируют, как бы так сказать, внешние стороны, какие были сделаны заявления, какие были заявлены планы, какие были заявлены цели, и поэтому они не попадают, извините, в своих оценках. Цель-то была одна, чего и ничего не понятно для аналитиков. Цель была одна – сделать что-то для удержания и сохранения власти, поднятия рейдинга. Вот она была главной задачей и цель. Попутно уничтожить Украину, как растущую, так сказать, и процветающую страну, чтобы украинцы не жили хорошо, как говорится, не жили хорошо и нехренне привыкать. Параллельно с этим уничтожить украинскую демократию, потому что она была очень опасна для обнуленного. И вот, как говорится, одним ударом, одним махом убить там трех зайцев. Но главной задачей была укрепление власти, придание характера, так сказать, вечности, вечно этой власти. Ну, по крайней мере, сколько у них хватило силы здоровья. Они же рассчитывали на легкую, так сказать, победу, они же рассчитывали на какой-то гипер-крымский эффект, они рассчитывали на то, что украинцы покорятся и войдут в состав новой русской империи во главе с какой-нибудь марионеткой, которой Кремль навяжут. Чего ж тут непонятно, какие цели? А то, какие цели они навешали в виде лапши на уши оболванного населения, это другой вопрос. Цель-то понятно. Тут цель, как раз цель войны, тут вообще нет никаких сомнений. Тут сомнения в адекватности и в психической адекватности, в ментальной адекватности. Вообще, так сказать, выпадают эти ребята из здравого смысла и реальности? На мой взгляд, да. То есть, нужно было, конечно, чопнуться, чтобы вторгиться в 43-х миллионную страну с 200 тысячной армией и надеяться на завершение войны в течение недели. Это, конечно, кретинизм, даже это не идиотизм, это какая-то более высокая стадия дебилизации политического руководства России. Группа кретинов решила, так сказать, покорить 200 тысячной армией в 43-х миллионную страну за неделю. Ну, да. Нет, я понимаю, что могло бы кончиться все хуже для Украины, если бы Украина не была готова, если бы не было мужского, если бы не было того, если бы не было всего. Но все равно, даже если бы по-честному, ну и что, допустим, даже разгромил бы, предположим, вооруженные силы Украины, что Украина покорилась бы, там возникло бы партизанское подпольное движение, которое бы парализовало всю эту армию, всю эту систему управления, там мало бы не показалось, все равно бы проиграл. Все равно бы проиграл. Вот, поэтому цели понятны. Они просто не были, они же были как бы скрытыми целями. Путин же никогда бы об этом не сказал. Поэтому менялась вся эта, весь этот антураж, вся эта вот атрибутика, вся эта вот декорация вокруг цели войны. Цель как раз все понятна. Поэтому цели теперь недостижимы. Теперь цель одна. Осталась она прежней, сохранить власть. Но теперь путем красивого отползания и выхода из этой войны, типа как победителей. Типа как мы воевали с НАТО, мы воевали с Америкой, мы воевали с Европой, мы воевали с миром. И они ничего не смогли с нами сделать, потому что мы такие крутые. Потому что в голове страны, луноподобные солнцелеки, раздвигающие континенты и прочие-прочие обнуленные бункеры, без которых Россия кирды. Ну вот и все. Сейчас у меня эта цель остается. Только меняются формы и способы ее сохранения. Ничего, не знаю. Ну, аналитиком не надо быть. Вы точно, наверное, тоже обратили внимание на лица, которые сидели в зале. Как думаете, Путин был убедителен для... Ну да, даже не знаю, как это назвать правильно, конечно. По их рожам, скажем так. Было понятно, что Путин для них был убедителен, и они поверили, что реально война против НАТО, и поверили им в какую-то священность этой бессмысленной войны. Они поняли другое. Вот эти каменно-рылые ряды, которые сидели в гостином дворе, и слушали Путина, но там никаких проблесков, ни радости, ни эмоций. Напряженные ожидания чего-то худшего. Это было видно прямо невооруженным глазом. Я уж не очень сильный физиномист. У меня все время было, наверное, не самым сильным качеством моего характера, моих способностей. Но даже я понимаю, что у них там на душе даже не кошки скребут, а что-то более такое, какие-нибудь там эти рыси или там леопарды скребут в душе. Потому что они прекрасно понимают, что, в общем-то, жопа пришла, и теперь надо что-то с этим делать. Они, конечно, там вставали, хлопали, там почти как... По команде. А? По команде. Ну, на 26-м съезде тоже там все захлебывались от восторга, от аплодисментов. Все это кончилось очень хреново. Поэтому здесь то, что они вставали и хлопали, это ни о чем не говорят. А вот рожи говорят очень о многом. Они прекрасно понимают, что развязка близка. Они, конечно, будут до конца... Многие до конца будут ставить в своем упорстве, идиотизме, заявляя там о какой-то священной войне и так далее. Но, в общем, в душе-то они все понимают. Вот, что расплата близка, что она скоро наступит. И поэтому настроение у них кислое. Конечно, они там собрали, ну, я не верю, там 200 тысяч. Но даже если собрали 200 тысяч, это массовка. Это на подтанцовках. Но понятно, что можно было дать кучу денег, кучу бабла, кучу, так сказать, заданий, согнать, так сказать, изумленный народ, оболвание куда-то там, наградить его вот этими халуями культуры, которые там выступали перед ними, танцевали, пели, писали. Вот. Но это все массовка. Это не от души. Это все... Он пытается показать, что надо, что народное единство существует, что вокруг него люди группироваются, что он по-прежнему лидер. Он и сам себя пытается в этом убедить. Он пытается убедить себя вот эти каменные рылы, которые сидели там, слушали его брение около двух часов. И все это, конечно, плохо получается, потому что радости-то в распространении нет никакой совершенно. Может быть, безумие еще существует, психоз существует, коллективное сумасшедство, определенная часть населения существует, но уж радости и воодушевления нет никакого. Ну, кстати, о концерте в Лужниках Михаил Подоляк прокомментировал. Он сказал, что после войны российское общество станет объектом для психомедицинских исследований, потому что то, что было накануне, это честненькие рамки не входят. Там даже были якобы дети, которые выходили на сцену, ролик тоже распространили в телеграм-каналах, говорили спасибо за то, что освободили. И девочка забыла слова. Сказала, я забыла. И когда ее попросили обнять, вроде как ее спасителя там стоял, в форме дяденька, она как-то очень неуверенно подошла к нему. В общем, искренности было мало. Например, платить ли детям или родителям этих детей, чтобы такое говорили, тогда это уже вообще другой вопрос. Я все время говорю, что Путин слабак, ну, Путин слабак, ему надо учиться у Ким Чен Ина. Там люди писаются от радости, когда увидят слезы, слезы, так сказать, текут. Вот, и, так сказать, они там в каких-то судорогах заходятся. Вот как надо народ заставлять любить себя. А это что там? Ну, девочки, слова забыла. Ну, вот, ну, что как там. Ну, все это, конечно, мерзко. Это все мерзко. И то, что, конечно, да мы все об этом говорим уже целый год, что, конечно, самый главный шок даже не от войны и не от безумия путинского режима, а от безумия, коллективного безумия значительной части населения России. Это вот действительно тут, ну, наверное, пора давно изучить это явление, потому что оно не в первый раз и не в последний, к сожалению, происходит с народами. Мы очень многое видим, когда там и в Китае это происходит, и в Камбодже это происходит, и в Германии это происходит, и теперь в России это происходит. И да много там можно привести пример, когда население сходит с ума, и в средние века это было. Видимо, недооценивают врачи, психиатры, политики вот этот феномен коллективного помешательства. Оно причем буйное помешательство. Помешательство это, вот это самое опасное. Надо изучать, надо изучать. И надо понимать, какие могут быть механизмы лекарства от этого. Потому что мы видим, что сознание меняется полностью, закупоривается, окупливается, становится невосприимчивым никаким фактом. То есть происходит какое-то, ну вот оно такое происходит, медицинская дебилизация населения. Потому что признаком дебильности является неизменяемость сознания под влиянием объективных факторов, под влиянием объективной реальности. Это вот, ну, так сказать, классика определения, вот, неспособности человека мыслить. А люди сейчас перестали мыслить. Вот это страшно. Ну, часть, часть. Слава Богу, что это сокращающаяся, но все еще большая часть населения России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова